Всем привет! Сегодня мы приготовим невероятно нежные, очень вкусные и ароматные сырники с курагой и изюмом без муки в духовке. Для их приготовления нам понадобится творог, яйца, сахар, сметана, сливочное масло, манная крупа, соль, ванилин, разрыхлитель теста, курага, изюм и немного растительного масла. Готовятся такие сырники супер легко. Для начала перекладываем творог в глубокую посуду, добавляем к нему яйца, размягченное сливочное масло, немного соли, полтора грамма ванилина, сметану, сметану, сахар, и теперь хорошенечко все это перемешиваем при помощи блендера или кухонного комбайна. Можно просто тщательно перемешать все это венчиком. У нас должна получиться такая вот однородная сметанообразная масса. Теперь в эту массу добавляем две чайных ложки разрыхлителя теста, манную крупу, изюм и курагу. Если изюм и курага у вас слишком сухие, то их предварительно нужно замочить в горячей воде. У меня мягкие курага и изюм, поэтому я их не замачивала. И теперь хорошенечко все это перемешиваем. И подождем минут 15, пока набухнет манка. Через 15 минут, когда манная крупа набухнет и тесто загустеет, включаем духовку разогреваться до 180 градусов. Пока разогревается духовка, подготовим сырники к выпечке. Формочки смазываем растительным маслом. Можете форму не смазывать, я свои смазываю. Теперь смазанные формочки заполняем тестом примерно на 3 четвертых. Тесто по формочкам разложили. Теперь немного подвигаем противень. Для того, чтобы разровнялась поверхность сырников. К этому моменту у нас уже разогрелась духовка. Напомню, что разогревали мы ее до 180 градусов. Отправляем сырники на выпечку. Выпекаются сырники примерно 30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Сырники должны хорошо подрумяниться сверху. В приготовлении таких сырников есть небольшие нюансы. Во время приготовления нельзя открывать дверцу духовки. Также по истечении 30 минут выключаем духовку и не открываем дверцу еще примерно в течении 20 минут, давая сырникам там хорошенечко отстояться. Прошло 50 минут, из которых сырники 30 минут выпекались при температуре 180 градусов и 20 минут стояли в закрытой выключенной духовке. Теперь немного подождем, чтобы сырники приостыли. Когда сырники немного приостынут, достаем их из формочек и можно подавать сырники к столу. Со сметанкой, со сгущенным молоком. При желании сырники можно украсить кремом из взбитых сливок и фруктами. Я надеюсь, что вам понравятся сырники, приготовленные по этому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного чаепития и пока-пока! Вот так сырники выглядят на разломе. Продолжение следует... Продолжение следует... Здuom... Продолжение следует... Pastidents...